Дневники Алис 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 Попадаю в какое-то непонятное состояние. Вот анабиозы, как вы знаете, кролики смотрят на удавов. А, понятно. Мне такое ощущение, что на меня так смотрит розовый цвет. Ну, это такой сложный момент. Прекрасно, это еще одна картина. Нет, это та же картина, ее просто открыто, чтобы мы ее могли показать вот так. Здесь Алиса Бартова, мне кажется, говорит. Нет. Вот так она говорит. Нет? Нет. Между прочим, я хотел у тебя взять интервью. Так, да. Я здесь. Да. У меня есть к тебе два очень интересных вопроса. Первый вопрос, сразу говорю. Это необычно поздравить обоих Алис одновременно. И второй вопрос. Поздравить каждую из них, коротко, но как будто бы, знаешь, вот... Ты придумываешь для них какой-то каламбур. Ох, это очень сложно. Ну, вдвоем я их поздравить могу сразу. Я им желаю обеим любви. Без любви, мне кажется, нет счастья, а для женщины, в принципе, счастье в любви. Вот такое поздравление обеим Алисам. Разный шампунь им только можно пожелать. Все остальное, да, у них разный цвет волос. Ну, нет, шампунь я им, конечно, желать не буду. Это такие хозяйственные вещи. Я пошутил просто. Обратите внимание, что они, оказывается, одна беленькая, другая черненькая. Да, вот, пожалуйста, уже нашли различия. Так, ну и прокаламбурить, пожалуйста, если есть возможность. Как творческий человек ты просто обязана это сделать. Нет, я не буду этого делать, просто потому что Алисе художнице я хочу пожелать как можно больше выставок и как можно больше творческих успехов. Именно таких, что когда ты рисуешь, вдохновляешься, делаешь что-то, и чтобы это приносило удовольствие, чтобы каждое творение было вот таким именно... С удовольствием, да. А Алисе, дизайнеру, я желаю как можно больше модных показов. Потому что каждый модный показ дает определенный тоже, ну как, это результат творчества. Модный показ, он и есть модный показ. Да, и дальше уже, чтобы Алиса открывала сеть магазинов не только здесь, но еще и за рубежом. Прекрасное пожелание, кстати. Ну что ж, я думаю, что мы в течение вечера еще будем как-то возвращаться по мере наполнения наших людей живительной жидкостью, волшебной, как там у Алисы в Стране Чудес. Мы, соответственно, на это все еще вернемся. Милославьева, друзья мои, прошу любить и жаловать. Человек, который безупречно выглядит на любой, на любом баннере. Потому что эти цвета самые лучшие. Ну что ж, друзья, к нам гости подходят и подходят. И, естественно, наше сказочное действие будет сейчас продолжаться. И мы сейчас узнаем, кто пришел поздравить наших Алис. Пришла Настя. Подожди, ну это вообще надо было не ей микрофон дать тогда, хотя бы как мне. Это пришла моя близкая, близкая подруга, которая все время участвует в моих мероприятиях. Рисует то яйца, то сердечки, то коньки, то еще всякую ерунду, короче, воспринимает абсолютно серьезно. Всегда посещать все мои мероприятия. Поэтому сегодняшнее ее здесь присутствие было не то, что априори, а, ну, то есть это очевидно. И, в общем, поскольку у нас еще две Алисы, и у нее сложная задача сегодня была сделать два подарка. Не обращайтесь с ними, что здесь написано «Азбуков вкус». Это, кстати, никто не обратил внимания. Я подумала, что это вкусное, но это нет, не вкусное, но вообще нет, это вкусное. Вы можете это получить, это вкусное, но это только на... А это еще вкуснее. Ух ты, ура, который нам придет. С днем рождения. Спасибо, давайте все вместе вы нас с днем рождения, а мы скажем спасибо. Давайте там три-четыре. С днем рождения! Девочки, ну я надеюсь, вы вместе не будете ходить рядом. Даже если будем, даже если будем. Спасибо вам, хорошая. Будете, ничего страшного, будет совпадать. Настя, самое необыкновенное какое-нибудь, у тебя есть пожелание, которое можно пожелать только сказочным персонажам. Пусть даже оно, ну, не совсем может сбыться, но оно будет очень красивым. Нет, почему, я считаю, что все мечты сбываются, и я желаю девочкам, чтобы они мечтали правильно. Это самое тяжелое, мечтать правильно, и я вам желаю, чтобы у вас все получалось. Если вы будете мечтать правильно, все будет сбываться. Спасибо, Настя, что пришла к нам. Я предлагаю все-таки уже начать праздновать. Вот, кстати, мечтать правильно для творческих людей, это как раз невозможно. Ну, я думаю, что мы как бы тренируемся на кошечках, потому что грабли у каждого много, да? И эти самые грабли, да, это лучший гаджет девушки грабли, как известно. И благодаря вот этой коллекции граблей, в принципе, тогда это помогает мечтать правильно. Потому что без граблей и ничего не мечтаешь правильно, да? А ты видела, какие нам подарки сделали? Мы вот будем все в вас, в вас, в вас, в вас, в вас. А мы с Гребенкиными вообще прекрасно провели прошлый октябрь в Греции. Да, Настюль? Да, Гребенкиными Гончаровыми. Гребенкиными Гончаровыми, да. Мы в Греции, на Пелопонесе вообще совершенно потрясающе отдохнули, сдружились. И я вообще дико рада, потому что я как бы практически никого не приглашала. Но, слава богу, у меня есть Бартова, которая все делает. Бартова надорвалась, я вам честно скажу. Бартова подумала, что в общем это последний ее день рождения, который она организовывала. В хорошем смысле слова, опять же. Потому что теперь мне всегда 18. Слава богу. Ну что ж, а мы, наверное, потихонечку... Поздравляю вас! Давайте выпить уже, пошли!